В отличие от Москвы, общепитие закрыт и так далее, торговля тоже работает. Но даже не локдаун, даже праздники, которые президент продлил для нашего предприятия уже Макаронова, это проблема. Потому что у нас порядка 26 разных всяких партнеров и подрядчиков, которые как бы взяли и тоже объявили, и люди отпустили в отпуск, так сказать, на каникулу. А что такое 7-8 дней для производства, то очень много, если наше производство, оно круглосуточное и, соответственно... Вот поэтому, когда люди принимают там наверху решение, на самом большом, там, рукотворное, они плохо это понимают, что происходит. Типа, это на вас же не коснется. Нет, это коснется, потому что, более того, некоторые отпускают, потому что небольшие компании решили отдохнуть, некоторые не хотят платить двойную оплату. В любом случае, это нагрузка. Вот у нас, например, несколько логистических компаний вообще там на клюшку все закрыли и уехали, да? Вот. То есть, сбои есть. Несколько компаний, которые, в принципе, по большому счету не работают. И говорят, да ничего страшного. Я говорю, уважаемый власть, уважаемая власть, ничего страшного. У нас стоит машина, все, полный комплект, все отлично, бензин в баке, колеса нет. И запаски нет. Вы поедете? Да это такая мелочь вроде такая небольшая, но этого нет. И машина будет стоять. Вот это люди понять не могут. Вот эта система, конечно, которая происходит, а люди не рассчитывают, не понимают, что, да, это все может ударить производству. Производство ударяет по людям, и те, в свою очередь, ударяют по налогам и так далее. То есть, наносится ущерб, на самом деле, не только людям, но и государству, в первую очередь. Вот это надо понять. То есть, государство от этого становится не богаче, оно становится беднее. Говорят, сейчас будут давать опять двухпроцентные кредиты для, значит, сферобслуживания, которые там... Ну, мы их брали, когда еще в свое время по гостинице и так далее. Но это же кредит. Его же отдавать-то, а он небольшой, но он двухпроцентный. Его отдавать-то, а с чего отдавать-то, если не так тяжелая ситуация? Многие еще из того локдауна не отошли. И это раз. Во-вторых, почему не отошли? Платежеспособность населения Алтайского края, в частности, очень низкая. Да, в целом по Сибири очень низкая. Вот. Поэтому, на самом деле, если денег у населения нет, вот, а сферобслуживание страдает в первую очередь. В Москве очень серьезно пострадает, как всегда. Общепит, мы там все закрыли. Вот. Это будет очень большая проблема. У нас пострадают, я не знаю, может быть, в какой-то меньшем. Потому что, понимаете, пенсионеры-то в рестораны не ходят. Это правда. Поэтому, как бы, просто у них на это денег нет. У некоторых. Поэтому, значит, или в кафе. Поэтому, в любом случае, общепит, сферобслуживание, оно, конечно, может куда-то. Дело в том, что еще многие уехали на выходные. Вот это тоже. Из города, из края. То есть, так скажем, смотрите, деньги оставить в крае, то есть, у вас есть три выходных, вы никуда не едете. Ну, куда поедешь за три дня, да? А если у вас появилось, спасибо президенту, значит, там, восемь выходных, то есть, люди просто взяли и уехали. В общем, куда угодно. То есть, у кого есть деньги, то есть, конечно, край, это тоже никто не считает. То есть, люди ушли деньги. То есть, каждому потратить, там, не знаю, пять-десять тысяч рублей за эти десять дней. Он их сейчас не потратит. Он их потратит в другом месте. Вот. Он в Краснодар поедет, в Анапу поедет, в Геленджик съездит, в Грузию. Не знаю, у кого денег, там, на Египет съездит, он потратит уже не пять-десять тысяч рублей, а тысячу долларов. Вот эти все деньги ушли из края. Это большие деньги. То есть, я думаю, сейчас край где-то уехал на эти дни. Вот, кому я звоню, все люди как-то где-то находятся, вне края. Ну, где-то пару миллиардов спокойно этих денег край не получил. То есть, эти деньги, которые могли люди потратить, так сказать, в Барнауле, в Алтайском крае, соответственно, в городах и в селах, многие просто взяли и уехали. Что касается теперь QR-кодов, которые вводятся впервые, по-моему, на Алтай, и давно уже вводятся там. В Москве и вот по европейской части России уже введено, и в Европе-то давно введено, в самой старушке Европе. Это, наверное, правильно. Эта технология, она простая, понятная, ясная. Понятно, что не у каждого, там, телефон поддерживает эту систему. Кстати, между прочим, у нас последняя статистика показала, внимание, 36% России людей до сих пор имеют кнопочные телефоны, типа а-ля Nokia. Вот, 36%. Каждый третий человек, да, вот вы головой мотаете, я тоже. Мы уже так с варфоном привыкли, что мы как будто бы родились с ними. Нет, мы не родились с ними, а каждый третий россиянин, значит, имеет кнопочный телефон. Начнем с этого. И это тоже люди, которые принимают решения, они тоже на это не обращают внимания. Вот как с телефоном с кнопочным, я не знаю, QR-код, вот не готов сказать. Итак, QR-код нужен. Единственное, вот Чуваши, сейчас я прочитал, вчера тоже, или QR-код нужен не только для тех, кто переболел, раз, и имеет там шестимесячные, так сказать, до шести месяцев, и те, кто поставил вакцину, но это переболело у кого много антител. Вот, значит, соответственно, потому что смысл-то вообще вакцины, мы забываем, что это образование, у вас антител, да? Вот, поэтому если вы переболели, и у вас уже прошло шесть месяцев, но ваш организм выработал иммунитет, это плюс. Вам не надо ставить еще раз прививку, потому что это, может быть, и не совсем уже полезно для вашего здоровья. Поэтому вот это тоже надо вести. То есть у тех, кто переболел раз, кто поставил прививку два, а тот переболел, и у них много антител.